здравствуйте дорогие друзья с вами на связи Клавдия Корнева и сегодня мы приготовим вареники с малиной но прежде чем готовить вареники приготовим тесто значит тесто чтоб лучше вам запоминалось берется любая емкость у меня вот такая кружка видите это уже вода вода здесь температура примерно 40 45 градусов старайтесь горяченькую воду брать мука два таких две таких кружки просеянной муки здесь значит одно яйцо я его расколочу выливаю воду видите до краев вода сюда сразу все выливаем и немного соли больше ничего не добавляем и вымешиваем тесто так тесто получается видите жидкая сейчас просеем сюда еще пол стакана вот половина кружки вот этой муки и получается уже вот такое тесто видите теперь мы его еще помнем руками должно быть тесто не густое на вареники вот сюда еще войдет муки и вот видите какое тесто получилось у меня сейчас мы ему даем отдохнуть чтоб оно накроем чем-нибудь и приобрело хорошую структуру внутри ну где-то минут 15 и когда тесто уже отдохнуло оно получается очень эластичное уже не прилипает к рукам и в то же время оно мягкое сейчас мы будем делать уже сочни мы просто отрезаем жгутик такой делаем немножко в муке и будем такие делать заготовочки для наших вареников они не маленькие видите побольше они как пельмени и в муке сейчас мы их вот так 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 далее раскатаем но будем раскатывать не очень тонко вот так достаточно это вареники такие и далее будем лепить наши вареники сначала возьмем наш блинчик такой заготовочку насыпаем немножечко сахара кладем наши ягодки и будем залеплять вареник вот так вот такой видите кладем сахар немного и наши ягоды малинку и лепим вареники продолжаем и вот вареники уже я налепила сейчас буду закладывать в кипящую подсоленную воду и варить будем пять минут и вот наши вареники уже на тарелочки варились они пять минут посмотрим какие они сочные посмотрите сколько сока видите в тесто мы в тесте сахара нет так что если кто любит послаще можете посыпать сахарной пудрой ну украсим и конечно малинкой чтобы было аппетитней но можно также приготовить малиновый соус для этого сколько вот примерно на 100 грамм соуса сделайте грамм 80 сока протрите через железное сито поставьте на огонь добавьте чайную ложечку сахара и в одной ложке воды разведите пол чайной ложечки даже меньше крахмала и заварите будет вам соус малиновый конечно это блюдо мы подаем со сметанкой приятного аппетита и удачи вам